Въезд в Херсонскую область закрывается на неделю. Перевозят на другой берег, на одном таких теплоходах, это очередь до Голой Тристыни, его там чуть правее до Алёши. Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Береславского, Белозёрского, Александровского и Снегирёвского районов. Коллаборанты бегут из Херсона. До 60 тысяч жителей оккупанты хотят отправить на левый берег Днепра и в Россию в ближайшие шесть дней. Сообщениями об этом сегодня пестрят все паблики Роспропаганды. Ну а старт таким волнением дал командующий российской группировкой войск в Украине. Суровикин накануне дал первое интервью в новой должности. У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон. О подготовке к Киеву массированного ракетного удара по плотине Каховской гидролитростанции. Нанесение массированного ракетного артиллерийского удара по городу без разбора целей. Каховская ГЭС под оккупацией с первого дня войны. В Киеве считают, ее, как и запорожскую АЭС, враг может использовать для провокации. И вот оккупанты уже начали сбрасывать воду с гидроэлектростанции в Северокрымский канал. Зная русскую тактику и зная еще, что они копают укрепления в районе Чаплынки, подствольную артиллерию в Акурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону, к сожалению. Накануне один из так называемой оккупационной администрации Херсона, гауляйтер Кирилл Стримаусов, заявил о подготовке наступления украинских войск на город. Суровикин же не исключил принятие непростых решений в случае прихода ВСУ в Херсон. Западные военные аналитики полагают, ВСУ могут освободить Херсон к концу октября. Но на всякий случай, на фоне таких новостей и эвакуации людей и коллаборантов, Суровикин попытался приободрить мобиков идти на смерть и скормить им легенду о низком моральном духе украинских воинов. Вооруженные силы Украины подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие даже полный курс подготовки. Правда, мобикам стоило показать вот эти кадры очереди в украинские военкоматы в первые дни вторжения России в Украину. А потом вот эти кадры, на них бегущие от мобилизации русские мужики. Собственно, все понятно и с этой армией, и с этим народом. Подпишись на канал Система Инфо, мы информируем о том, что имеет значение.